Пришла в местную достопримечательность Old Trail Town Город на старой тропе В общем, сейчас будем изучать Дикий Запад У меня, к сожалению, очень немного времени, чтобы это все осмотреть И погодка тоже не сильно впечатляет Но тут так прикольно, что я, естественно, пойду вам это все показывать Вот такой вот он, Дикий Запад Вон, смотрите, ковбойские лассо Пожалуйста, все есть Вон тут ящик с подковами Хомут, все как нужно Тетенька мне рассказала, что каждый из этих домиков Он был найден в одном из районов Монтаны или Вайоминга Он был разобран и собран Так, здесь у нас что такое? Здесь у нас какая-то мастерская, смотрите Какие-то рубанки, еще что-то Печечка вон стоит Сейчас прочитаем, что такое Лавка плотника Одно из первых зданий в Коули, Вайоминг Которое было построено в 1901 году И использовалось с Джорджем Таггартом Мормонтский пионер, который приехал в бассейн Бигхорн Это вот этот район, который, этот регион На вагончике, вот как, помните, они все переезжали Телеги открытые вот эти вот В 1900 году Вот кабина Или как домик, керли Кебин у них, они здесь называются Вот такие вот деревянные домики Мой тоже номер в гостинице тоже, это называется кабин Избушка Да, по-русски это называется избушка Вот, смотри, печка какая классная старая Вон тут, смотрите, седло О, с ума сойти Это панцирь нагрудный Это старые фотографии индейцев Вон даже макосина, смотрите Керли был индейским охотником Сбежал из битвы, из битвы маленького Бигхорна В 1876 году Родился он в 1859, что ли, что такое Вот, и принес вести о поражении Вот так Домик был построен, избушка Около Кроу Эдженси в Монтане А он вообще был сам индеец Назвали его керли, потому что он был кудряшка Вот, и, соответственно Племя было воронов, как раз горных воронов Монтан Кроу Это избушка Моррисона Которая была построена у подножия медной шахты К востоку от Шошани, Вайоминге В 1884 году, Лютером Моррисоном Семья Моррисонов была теми, кто Одними из первых привезли овец В центральный Вайоминг в 1882 году А вообще он пришел на запад По Орегонской тропе в 1853 году Вот Холмстед Кэбин Забыла, что такое Холмстед Посмотрю, потом напишу в субтитрах Была построена Смотрите, какой сундук красивый Вообще обалдеть Гвоздями, видите, выбит узор Классно Да, видите, вот пятилучевые звезды Безумно популярны в Америке И у Техаса символ пятилучевая звезда И вот везде, где ковбой, я постоянно вижу Вот эти пятилучевые звезды Ой, смотрите, даже пиванина стоит Причем, это, боже мой, я забыла Как физгармония называется Вот физгармония Смотрите, с педальками И вот нажимали на эти педали И, по-моему, она сама играла Ее даже не надо было, как сказать На ней не надо было играть Она сама, в нее, по-моему, вставлялись мелодии Она играла Вот они В салуне наверняка в каком-нибудь стояло Где крошки пели, что Если ковбой прикажет Кто же ему откажет Вот они, ваши ножки Вот над многими домами Коровье черепа Черепа Вот, это значит Буффало Охотников Буффало Тоже избушка В охотничьем лагере была построена Вот видите, типичные вот эти Лоскутные одеяла Седла Коровьи шкуры Коровьи черепа Везде в качестве украшения Он тоже сундук Смотрите, какой интересный Был деревянный Сверху обит тканью Укреплено полосками дерева И металлические элементы Вот у него всякие разные Ну как Смотрите, как он внизу Внутри устроен Эти был обит красивыми обойчиками Но уже, конечно, от верхоткости Все осыпается Школа Кофина Кофина вообще это гроб Интересно, в чем так называется Ну вот Смотрите Какие парты потрясающие Смотрите, интересные У них эти основания просто как у машинки Зингер Такие же красивые Первый магазин в Шелл-Вайоминг Как видите, уже более высокое здание Построен в 1892 году О, как интересно Тут все здорово Печка Прилавок Причем, смотрите Видимо, совсем не так давно привезли Потому что наклейки явно это уже 20 века Сигары вон по 10 центов Ройтан Реклама Обалдеть Да, то есть, видимо, долго-долго стояла Использовала Смотрите, это кассовый аппарат National Dayton, Огайо Соединенные Штаты С ума сойти, друзья Как интересно Прям касса Ой, зеркало старое Смотрите, я в зеркале Там всякие товары Типичные Тоже, наверное, вот Люди, которые там Особенно в возрасте сюда приходят Они, может быть, даже что-то вспомнят Там, ну, как минимум, у их бабушки наверняка стояли Какие-нибудь из этих упаковок старенькие Вот, смотрите Тоже лоскутное одеяло Обувь продается Но обувь тоже Это не Это уже 20 век Это не 19 век стоит И не начало 20-го Вот, смотрите Такая вот Шитая, красивая Рубашка Кошелечек Перчатки Вот, всякие еще одежки продаются Лосяш А вот это, по-моему, то ли О, как интересно Для масла Кофе, милк Элгин Слушайте, это то ли какая-то мельница То ли это взбивалка для масла Какая-то прикольная штука такая Вон там и шуба А здесь тоже вон какие-то интересные Ух ты Компьютинг скейл Дайтон Ахайя тоже Вычисляющие весы То есть, видимо, они могли посчитать стоимость, что ли Обалдеть Вот тоже всякие Смотрите И вот то, что Помните, у нас банданы были очень популярны Вот, это же ковбойские банданы настоящие Они прекрасно применялись Вон там и парик продается Как интересно Какие-то бутылочки Какие-то О, интересно, смотрите Коробка из-под лекарства Танека Стомак Биттерс Ресторс аппетит Энерджи Тут интересно, это алкоголь был или лекарство Как здорово Как интересно вообще О, California Fruit and Pepsin Chewing Gum На стекле написано То есть, какая-то жвачка была, судя по всему Видимо, это ее рекламный какой-то такой шкафчик Ой, а это что Это мельница, что для специй Смотрите, наверху там перец Гвоздика Имбирь Горчица Баночки Какой-то интересный такой шкафчик То ли просто кухонный шкафчик С разными всякими И вот еще одна То ли меленка То ли что-то Меленка Похоже, да Вон там внизу ящик выдвигается Вон, смотрите Внизу выдвигается ящичек Вот эту штучку крутишь А сверху, наверное, закладывается То, что молоть Ой, как же круто Вертящееся кресло Лампа керосиновая Все прям Все по-настоящему Ой, заметьте, прикол фальшфасады То есть, видимо, тоже чем выше был фасад Тем было круче, что ли Или сверху просто вывеска была из-за этого А сверху, видите, деревянная черепица Крытая крыша Это почта Вон, смотрите, какой индейец сидит В Бананзе Бананзе была одна из первых поселений В Монтане Ой, в Вайоминге, простите В 1885 году построена О, а вот это вообще знаменитейшая Это избушка дыры в стене Дыра в стене Это была банда И через вот эту вот дверь Проходили знаменитые Буч Кэссиди Сэндон Скит И другие ребята Которые были вне закона Разбойники Принадлежавшие к знаменитой банде Холлэнды Волл Дыра в стене Избушка была построена В округе Волл К западу от Кейси Вайоминге В 1883 году Александром Гентом Ну вот да, слушайте Разбойники выпивали И играли И пели песни А Атаманша гадала на картах Как здорово Вестернс Фильм Фестиваль Фестиваль фильмов в Санденсе Санденс это в том числе Населенный пункт Я в нем была И как же господи Очень дядька известный их актер Пожилой уже очень Я не знаю жив еще или нет Вот Ну в общем да Короче Снят фильм Вестерн с ковбоями И там еще песня такая Она довольно известная Там Raindrops falling on my head Пам-пам-па-па-па-па-па-па-па-па Очень такая Прикольная У нас я так понимаю Уже и снежочек Немножко пошел Хлопья падают косые Так А это видимо Могила местных Исторических деятелей Вот это Джон Джеремия Поедатель печенки Джонстон Вон там еще какой-то дядька Сейчас посмотрим Это Джим Уайт Охотник Буффало Так Там какой-то Джек Силвел Джек Каманч Вот Уильям Галлахер И его друг Слепой Билл Убиты в марте 1894 года И вот кролики тут бегают Смотрите Кролик Ты где? Вон он притаился Вон он притаился Сидит Да? Животина Я тебя вижу Я тебя обижать не буду Но я тебя вижу И обязательно я тебя пофотографирую Пускакал он от меня Пускакала от меня морда Хвостик беленький Пускакал Ой-ой-ой Все Убежал Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык Оп Избушка уилистого ручья 1897 год Использовалась Кидом Карри И Санденс Кидом Как укрытие Перед тем Как они предприняли попытку захватить в банк в Ред Лодж в Монтане. Какие-то баночки-скляночки. Это аптека, что ли, была? Похожа на аптечный прилавок. Вон еще тоже, смотрите, какой сундук. Седло. Могу поближе вам ковбойское седло поснимать. Смотрите, тут кармашки для всяких мелочей. Вот такой вот, видите, с такой высокой лукой, за которой можно держаться. Тут тоже всякие штучки-дрючки. Ой, смотрите, какие сделаны цветочки на нем красивые. Так. Что тут у нас еще хорошее? Стол. Слушайте, интересно, он раздвигается, что ли? Да, похоже, раздвижной стол. Так. Что у нас тут хорошенького? Стол, стулья. Ну, кстати, народ-то не крупный был. Смотрите, мебелюшка мелкая совсем. Вот я сейчас попытаюсь свою руку поближе поднести. Ну, где-то вот сейчас полметра от моей руки до стула. И, видите, вот совсем небольшая песечка. Да и кроватка, в общем-то, тоже не самая большая, друзья мои, я вам так скажу. А одеялко прямо аутентичное. Прямо настоящая одеялко. Ну, так. Ох, каретный сарай. Тоже неизменные сундуки на повозках. Коряски, я бы сказала, что это. Тут какая-то всякая каретная приблуда. Ну, гараж. Нормальный такой гараж. Там под потолком тоже всякая фигня висит. Видимо, очень нужная. Так, давайте смотреть, что у нас тут еще есть. Холд собачий. Аж снег начался. Ужасно обидно, что испортилась погода. Но ничего, все равно интересно. Вот еще одна какая-то избушка. Была построена на реке Вуд к западу от Метитси в 1899 году. Вот. Как раз очень такой хороший пример, как сказать, строительства, деревянного строительства. Вот. Наверное, вот так. Мы это назовем. И тут вот фотки, которые, видимо, рассказывают тоже об истории Дикого Запада. И как тут у них все происходило. Вон какие-то интересные такие-то снегоступы, что ли. Какие-то такие классные штучки. Наверное, обойтись. Ну, шутся то, что называется. Типа лыж конструкция. Вон печечка, смотрите. Вон внизу поддувало. Ящички. Так. Эстейт Дак. Как-то оно так интересно называется. Красивая печка. Вон даже медведь. Вот тут я на фотографиях увидела, что те могилы, которые я вам показывала, это перезахоронения. Вот эти все герои, которых я там вам показывала, могилы. Очевидно, тут какая-то большая трагедия произошла. И довольно известная история. Я тут даже сейчас несколько писем прочитала одного из героев этой истории. Как обычно, они там, по-моему, женщину не поделили. Ну, в общем, да. И, видимо, настолько они были почитаемы и уважаемы, что вот, да, склепики, гробики, саркофагики, вот они прямо находили вот этих старых героев, их места захоронения и перезахоронили вот здесь всех вместе в одном месте. Вот там вот этот вот Вильям Галлахер, да, про которого я вам говорила. Они с особой гордостью отмечают, что вот, смотрите, вот у него здесь след от пули. Там в предыдущих фотографиях тоже там в черепе показан был след от пули 50-го калибра. Вот. Вот этот Стилвеллджек. Ну, то есть, видимо, вот, слушайте, надо мне почитать, что у них тут происходило, всю эту чудесную историю. Вот этот джеремая поедатель печенки Джонстон. А вот это вот вещи знаменитого их вот этого Билла Гарлау Коди, который сделал знаменитым Дикий Запад. Он ездил с шоу по всей Европе и показывал вот эти вот шоу Дикого Запада и популяризовал это очень сильно. Это вот первый карабин, с которым он фотографировался еще до того, как вообще вся эта история началась, когда там вот этот вот охотник бил. Вот это все было придумано. Вот выставлены последние письма вот этого Вильяма Хулигана к своему отцу и к какому-то дядьке, который, видимо, должен был разобраться в деталях убийства, которое здесь произошло. И он пишет, что у меня уже недолго осталось, 5 апреля 1894 года. И вот справа напечатаны они, а вот это вот, это вот вы можете заценить, какой у него почерк был. То есть вот там вот в начале, вот видите, вот это апрель 5, да, 1894, вот это вот, видимо, dear, father, слово, да, и так далее, и так далее, и так далее. Но с другой стороны, там, в общем-то, что мы еще от умирающего ожидать. Вот там my love, например, господи, где, my love. Вот, на самом деле, да, там текст такой, конечно, очень расстраивающий, да, что у меня уже недолго осталось, вот, и второе письмо, там, видимо, только адвокату, то ли еще кому-то, где он, говорит о том, что вот там, вот эта Бель, кстати, которую я могилу вам показывала, она тоже там знает какие-то детали, она типа закопала пистолет, которым было это совершено, и там, в общем, короче, там какая-то драма большая произошла. Смотрите, кукольный домик, прям с бушечкой из веточек сделанной, внутри полный набор мебели, и даже посудка. Избушка, это вот как раз, видимо, вот это вот домик кукольно со снимающейся стеной на сундуке стоит, вот видите, тут уже уют, вон даже ковер уже красивый лежит, это, видимо, были люди более состоятельные, которые тут жили. Джордж и Эстер Тифт поженились 18 июня 1913 года. Вот избушка трапперов, или там то, что от нее осталось, к сожалению, видите, совсем уже там остатки. Тут вот, к сожалению, заперт, избушка мэра, дом Фрэнка Хокса, первого мэра Коди Вайоминг, это вот тот город, в котором я сейчас нахожусь, была построена в 1897 году. Это вот большой ангар, я бы сказала даже тележный и каретный. Вот, смотрите, даже сани, кстати, стоят, видите, интересно, как коляски, экипажи всякие разные. А вот смотрите, как раскибитки, в которых переселялись люди, путешествовали с востока на запад. Вон чучело-бизон стоит. И запах, кстати, да, тоже как чучелами пахнет, как в зоологическом музее. Вон, видите, слушайте, смотрите, там у них и столики были, и как-то прям целый быт был организован. Вон там справа видно место для спанья, да, а перед этим, я смотрю, там какое-то хозяйство. То есть то, что сейчас вот у них так очень популярно в трейлерах путешествовать, то это такой мини-трейлер того времени. Вот, тут тоже, смотрите, видите, как организовано тоже вон там место для спанья, вот здесь вот внизу место для багажа, вот такие колеса высокие. Интересно. Ну, тоже экипажи. Смотрите, кстати, вон там такое, как на много людей экипаж. Причем явно не знакомы друг с другом, потому что там стояли лавочки не лицом друг к другу, а одна за другой. Ну, как интересно. Ой, а вон, смотрите, еще даже не до конца ободранная, очень хорошо сохранившаяся кибитка. С ума сойти. Как интересно. Вот, смотрите, они были таким холстом обтянуты, эти кибиточки. Дверка с замком, то есть, на самом деле, такой вот домик на колесах был, очень такой, вполне себе нормальный, там фонарик висит на ней. Все это там было не такой шаткой и хрупкой, как я думала. Прямо вполне себе дом, вон там в изголовье полочка, все как надо. О, а это, смотрите, швейная машинка стоит. Класс. А это выставлены разные типы колючей изгороди. Я даже не думала, что они действительно чем-то отличаются принципиально. А это кузница. Тут почему-то тоже стоят коляски, но, видимо, тут очень много колясок, поэтому они их составляют везде. А так, да, по идее, это кузница. Это избушка Картера, она была построена людьми Вильяма Картера примерно в 1879 году на горе Картер в Вайоминге. Картер был первым, кто принес стада и скот в регион вокруг Коди. Вот, слушайте, ну прям вообще, прям хорошо. Прям даже, в общем-то, практически в таком же доме мы жили, когда снимали дачу в Громково, еще до того, как купили нашу. Там тоже был сруб. Ну вот, шкур, конечно, не было, а так, в общем и целом, ну даже вот ощущение, знаете, они пахнут, эти дома, очень похоже. Вот этот характерный запах деревянного дома и большого количества естественных, природных в нем вещей и малого количества пластикой и всякой глупости. Сразу такое очень характерное ощущение в доме. Вот. Вот. Старая фотография, видите, пасется скот. Собственно, ковбои, они не только же стрелялись, они еще и коров пасли, это было их основное занятие. Чрезвычайно приятный джентльмен в ковбойской шляпе и сапогах, сопровождаемый собакой, который ходит и тут уже просто по времени все закрывает, уже 6 вечера музей закрывается. А он мне предложил говорить, да ладно, что вы там, выходите, посмотрите. Я говорю, вы знаете, ребята, я уже тогда завтра к вам приду, потому что тут еще обнаружился целый музей, еще несколько интересных домиков, так что завтра я вам продолжу съемку тематическую. Вот так вот. А сейчас пойду искать место, где перекусить. Вот. Вот так вот.